Варварийский берег Варварийский берег Варварийский берег Варварийский берег Варварийский берег Варварийский берег Легенда о призрачном кинжале Ослофьорд. Наши дни Варварийский берег 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 Янас? Есть! Янас? Адам? Янас? Янас? Ну и че мне делать? Адам, ты чего? Кончай выть. Он убегает. Скорее. Ты что, какого чёрта? Я сниму аккуратно. Обещаю. Чёрт. Да, чёрт. Да заткнись ты. Чёрт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ени, прости, прости, прости. Знаю, знаю, я придурок. Я придурок. Садись, садись. Да. Ени, на этот раз у меня отличные новые... Прошу, Бенджамин, хватит. Но, Ени... Не хочу больше слышать твои фантастические истории, кончающиеся ничем. Я тебя понимаю, но... Я не занята только с ними. Да, я... Ты обещал мне милое свидание и опоздал на час. Да. И вообще-то весь в грязи. Ой. Вот это да. Ты посмотри. На что ты вообще тратишь время? Чем ты занят? Ну, ты же знаешь про тайные сокровища. Они очень ценные. Ничего они не стоят. Нет. Бенджамин, ты не нашел вообще ничего ценного. Да, мне часто не везло. Я понимаю, ты злишься. Ты имеешь право. Но, Ени, на этот раз я нашел. Ты можешь потише? Да, но я же нашел. Что нашел? Бум! Вот, что я нашел. Бенджамин, убери ее, пожалуйста. Нет. Прошу тебя, мне и так неловко. Пожалуйста, убери ее. Нет. Не могу. Я нет. Ты... Ты должна спросить, что это. Ну, и что это? Рад, что ты спросила. Это шкатулка 922 года. Харальда Прекрасного Лосова. Ладно, я поняла. Она дорого стоит? Да! Ну, то есть, сама по себе, может, недорого, но... Да. Вопрос в том, что внутри. И я прошу мою дорогую красавицу Ени оказать мне честь и открыть ее. Точно нужна такая честь? Ой. Извини. Она запылилась чуток. Повторите. Это что, рисунок Пикассо? Рисунок? Что? Слишком поздно. Молодец, Индиана. Спасибо. Нашел что-нибудь? Нет. Вообще ничего? Ну, я нашел шкатулку. Думал, там драгоценности времен викингов. Да. Но там был только рисунок пениса. Пениса? Да. Времен викингов. Может, он что-то стоит? Он на розовом стикере для заметок. А, ну, если на стикере, тогда обломись. В то время их не было. Ага. Фигово. Реально фигово. Не понимаю, Олаф. Я ведь каждый раз так близок. Вот настолько, а потом... Облом. Ени уже устал от всего этого. Бабам просто не понять. У них нет той страсти, что есть у нас. А мы с этой страстью рождаемся, считая ее даром богов. И эта страсть, она... Как голодный пес. Его надо выгуливать. Чтобы он не помер. Это... Ну, жизненно важно. И иногда нужно сказать. Сегодня я не пойду за подгузниками. У меня тусовка с ребятами. Как ты? Выгуливаешь пса? Ты так говоришь? Да. Говорю. Но я даже не знаю. В Сандофьорде все было куда проще. Я ходил на свои поиски без всяких проблем. Понимаю. А теперь Ени работает в Осло и... Не дает пса выгуливать? Да, она хочет держать его на цепи. Точно. Вот как раз это больше всего и бесит. Нужно ведь давать и получать. Пса надо выгуливать, чтобы он не гадил тебе в душу. Иначе совсем паршиво будет. Ты должен сказать. А, к черту, я выгуливаю пса. Кончай найти. Да. Но если честно... По-моему, Ени права. Я ни черта не найду. Похоже. Думаю, бросить все к черту. Но нельзя же оставаться ни с чем. Ага. Мартин Лютер Кинг правильно сказал. Ты не жил, если не живешь полной жизнью. Так и сказал? Так и сказал. Где? А, это жена. А, жена. Алло? Нет, я буду дома в пять. А хотя, я подумал, встретил сегодня геера, и он предложил мне пивка попить. И я решил, что схожу с ним. Да. Ты решил? Ты решил? Ну да, конечно. Ну, я... Я же... А кто будет дела делать? Мы же на эту тему говорили. Мы говорили на эту тему. Ну да. Прошу тебя, давай будем. Слушай, а давай лучше... Не начинай, пожалуйста. Да, но... Я сказал, да. Да, но это не значит, что я всерьез. Одно и то же. Яни? Ушла. Украшение древних викингов. Статус не найдено. Примерная стоимость – 10 тысяч евро. Найденные сокровища. Сообщение. От Эркана Альвареса. Привет, мистер Сокол 89. У меня последняя часть старой пиратской карты. Ты ее искал. Если интересно, встретимся у меня на Мальорке. Эркан. Могила Исуфа Али. Я нахожусь в порт-де-Сальер на западном побережье Мальорке. Сегодня это спокойное и популярное у туристов место. Но в 1561 году здесь произошла жестокая битва. Ежегодно местные жители отмечают ее на фестивале Эсфира. Для них и туристов это возможность воспроизвести те события и увидеть битву на костюмированном представлении. Но история турецкого пирата Исуфа Али и призрачного кинжала так и осталась неразгаданной. Исуф был сыном Юлатика Али, командующего турецким флотом. О самом Исуфе известно немного. Лишь то, что его страшно боялись враги. После того, как в одном из походов он завладел очень редким серебряным кинжалом. Клинок стал визитной карточкой Исуфа. И получил в итоге известность как призрачный кинжал. Исуф не просто убивал им своих врагов. Он высасывал души из их тел. Ходили слухи, что это давало ему способность к исцелению. И за это его прозвали вампиром. Это случилось здесь, рядом с Пикадой, смотровой башней Порта-де-Сольер. По легенде, Исуф заколол себя кинжалом, когда после нападения в 1561 году за ним гнались местные жители. Он предпочел смерть от своей руки, гибели от рук врагов. Опасая силы кинжала, жители решили захоронить его с Исуфом в тайном месте здесь, на острове. Его так и не нашли. И до наших дней дошли легенды, что душа Исуфа так и живет в кинжале. И часть историков верит, что... Призрачный кинжал. Предполагаемое местонахождение Мальорка. Статус не найден. Предполагаемая стоимость 500 тысяч евро. Если интересно, приезжай в Пальму на Мальорке. Эркан. Волшебно постучись. Моя госпожа... С возвращением. Спасибо. Давай повешу. Что такое? А то, Йенни. Да? Что я окружу тебя вниманием, которым каюсь, прежде обделял. Держи. Спасибо. Не за что. Зачем все это? Давно мы с тобой были вдвоем. В смысле... По-настоящему. Я уже и не помню. Очень давно. Это надо исправить. Я знаю, как ты любишь романтику. Свечи, красное вино, немного джаза. Ты готовишь ужин? О, да. Эмпанадос! Пардон. Я не сказал, извини. Это уже прогресс. Пардон. За тупое свидание. Все нормально. Нет, не совсем. Знаешь, что нам нужно? Нужен результат. Нам нужны солнце и тепло. Пляж, пальмы. Нам нужен отпуск. Нужны новые ощущения. Новый импульс. Да, я согласна. Да. Но ты же знаешь, как у меня с работой. Я еще даже... Мне ни за что... Я уже поговорил. Ты уже поговорил? Да. И с кем? С твоим шефом. У меня их пять. Со Стеном? С Йенсом Петерсом? С Полом? Если с Игеран, она вообще... Я... Я не знаю с кем. С кем ты из шефов. Ну и? И я сказал, Йенни надрывается. Вкалывают день и ночь, сутки напролет. Нет. Делает все и даже больше. Она заслужила отпуск. Знаешь, что он сказал? Йенни-то, конечно, заслужила. Пусть отдохнет. Пол. Это Пол? Да. Он сказал, все нормально, можешь ехать. И знаешь, я купил два билета на мальорку. За все заплачено. Все готово. Мы летим в четверг. В этот четверг? В этот четверг. Классно, правда? Да. Очень заманчиво. Но ты мне обещаешь, что это просто отпуск? Мне больше не нужны пустые гробы. И... Будет всего парочка. Может, лучше вообще никаких? Никаких гробов? Никаких? Никаких. Что скажешь? Летим. Летим? Да! Мы летим на мальорку! Ю-ху! Скажи что-нибудь сексе на испанском. Сколько стоит пиво? Эперди до ми картера. Я потерял бумажник. Эскабальера Пагара Портодо. Мужик платит за все. Сейчас покажем этой дамочке, кто за все платит. Звоните в полицию! Я только что прилетел. Где можем встретиться? Что там? Ничего. Поехали. Это просто класс. Да. Прилично. То да. Даже и не помню, когда мы так отдыхали. Правда? Эй, мобилка, в чем дело? Ни в чем. А что? Просто ты от телефона не отлипаешь. А ты сама? Я-то другое дело. Другое, значит, да? Почему? Мне звонят по работе. Ну, и мне пишут по работе. Возможно, по работе. Ага, конечно. Последнее сообщение от коллеги, это Олаф спрашивал, как варить картошку. Ну, не все знают, как ее варить. Нужно довести воду до кипения, затем бросить картошку и поставить на малый огонь. Нет, Бенджамин, так варят сосиски. Ты так и сказал Олафу? Нет. Ты сказал ему про сосиски. Нет, я ему объяснил, ты уходишь от темы. Речь не о том. Вот я могу убрать телефон в любой момент, а ты нет. Ибо ты рабыня. Вовсе нет. Ладно, тогда кто ты? Я трудоголик. Трудоголик. Ладно, да это одно и то же. Нет, не одно и то же, вообще. Ты опять в телефоне? Нет, нет, нет. Вот, смотри, я убираю его в свой карман. Все, его больше нет. А теперь твоя очередь. Ты что-то задумал. А? Что? Не знаю, но задумал. Что-то задумал. Нет и не думал. Подожди. С работы надо ответить. Да, пожалуйста. Привет, Оливия. Нет, нет, не отвлекаешь. Нет, нет. Можно подумать, что мы не в отпуске. Хорошо. Встречаемся завтра в 7 утра. Карер де Валеро. Приходи один. Да, да, конечно. Нет проблем. Да, хорошо. Да, я посмотрю. Хорошо. Пока. Яни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то задумала. Мистер Фалькон 89. Да. Привет. Я тебя напугал. Не-не-не. Я просто... Нет. Забавное у тебя имя. Бахарито. Нет, нет, я... Я Бен. Бен. Да. Значит, приехал. Добро пожаловать в Пальму. А, да, спасибо. Тут... Тут... Уютно. Ты чё-то нервный. Чего дергаешься? Не-не-не-не-не. Я не нервный. Я... Нет. Я... Я просто бежал. Чтобы не опоздать. Навстречу. И я тут. Бежал. Да. Тебя не волнует, значит, что я тебя тут прикончу и заберу все денежки. А, я... Бен! Бен. Видел бы ты себя. Смешно, да? Не боись. Я о тебе позабочусь. Ага, да, да. Забота... Это... Хорошо. Хорошо. Карту принёс? У тебя... У тебя часть карты. Сразу к делу, да? Мне это нравится. Бен бизнесмен. Да. Смотри. Карта у меня. Один вопрос. Просто... Интересно. Ты приехал за ней издалека. Зачем? Я... Я коллекционер. Коллекционер. Много денег, да? Да. Слегка отёкнутый. Чокнутый. Псих. Забавно. И призрачный кинжал не ищешь. Что? А... А что это... Бен, дружище. Ты проделал такой путь. Столько денег потратил. Да. Думаешь, я поверю, что ты на стену её повесишь? А? А? А, призрачный кинжал. Ты про него. Я... Я о нём читал, да. А, это... Это просто миф. Да. Выдумка. Миф. Ну, хорошо. Идём. Я тебе расскажу. Много мужчин и женщин пропали в поисках этого кинжала. Исчезли. И никто их больше не видел. Так что сам подумай, миф он или нет. Но! Ты просто коллекционер, да? Но проблемен. Немес, проблемес. Это деньги? Да, да. Ладно. Похоже, сделка состоялась. Бен, братишка. Если ты узнаешь, где искать кинжал, ты мне скажешь? На. Да. Скажешь? Да, да, конечно. Хорошо. Приятно иметь с тобой дело. Да, взаимно. Ага. Яни, стой. Яни, 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 нет. Нет, Яни, послушай. Нам нужен рестарт. Новый импульс. Мы заслужили отпуск, Яни, да? Яни, дай мне объяснить. Давай, жду, что ты скажешь. Яни, не удивляйся, я купил травки и прочие дури. И это никак не связано с поиском сокровищ. Я... С меня хватит. Яни, постой! Бенджамин, ты обещал. Ты сказал, это отпуск для нас. Да. Он для тебя уже не важен? Конечно, важен, но... Но что? На этот раз все по-другому. И как же это по-другому? Я в двух шагах от клада. Он почти у меня. Бенджамин, ничего не изменилось. Ты всегда говоришь ровно то же самое. Яни, мы найдем его. Что? Вместе. Нет, я... Яни, 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 я понимаю, что сейчас... Не могу тебя о чем-то просить, но... Я уже так близко. И я знаю, что я его найду. Если дашь мне последний шанс. И когда найду... Я забуду про поиски. Завяжу с ними. Поэтому... Дай мне еще шанс. И присоединяйся. Прошу тебя. Ладно. Ладно. Найдем его. Только так я... Смогу понять, почему... Эти поиски так для тебя важны. Ты... Ты уверена? Нет. Идем, пока не передумала. Ура. О, черт. Да. Короче, у меня уже были три части, и это последняя. Так... Слушай, вернемся в дом, и я тебе все покажу. Идет? Слушай, я тоже передумала мграция. Слушай... Я停, у меня голова. Поэтому я не обlaю имя. Я буду продолжать. Почётное увольнение в запас Майор Эркан Альварес Джио Джио, как дела? Эркан, ты думал можешь скрыться от меня? Я достал деньги Они мне уже не нужны Расскажи-ка мне о разговоре с этим мистером Фальконом-89 Что именно? Ты продал ему часть карты? Возможно У меня есть основания полагать, что у мистера Фалькона сейчас есть все части, чтобы найти призрачный кинжал Мне он нужен И ты мне его достанешь А если нет? Не надо так Не будь как твой брат Ты принесешь мне кинжал Верно? У тебя 12 часов Управься до вечера Проклятье Значит, как я поняла Этот Иссуф Али был плохим парнем Да Но он стал таким Когда нашёл тот кинжал Со сверхъестественной силой Да Конечно, это чушь Но Жители острова безумно боялись Иссуфа и его кинжала И когда он заколол себя Его похоронили вместе с клинком где-то в тайном месте Об этом знали лишь несколько человек А на этой карте Путь к могиле Иссуфа Одной части не хватает И, наконец, главное Та-да Сейчас мы с тобой ближе всех К тому Чтобы найти кинжал Ты готова? Да Ты точно уверена? Точно Ладно Пусть карта укажет нам путь Ты надеялся, тут будет большой крест? Нет Но хоть какое-то указание Это просто карта Да Подожди-ка Синко-эн-торе Пять башен Да Пять башен Ты чего? На Майорку часто нападали пираты По всему острову построили смотровые башни Бить тревогу, если покажутся их корабли И что? Забавный факт Тот, кто должен был предупредить об атаке в 1561-м Заснул И он был без ноги Он все равно бы не успел предупредить Так и началась битва Полнейший провал Вот В 14-м веке на побережье Майорки построили башни Чтобы вовремя увидеть врагов и пиратские суда Столетия спустя в поселении Лью-Калкари Это арабское название Было уже пять башен Защищавших от набегов Могила Исуфа в одной из них Думаешь? Я уверен Взгляни еще раз Как-то странно написано Синко эн торре Торре Да А нужно синко торрес Может, это древний испанский? Карта же старая и может... Да, но почему тут заглавные буквы? А может быть... Что там? Ты же помнишь, мой отец увлечен кораблями? Мягко сказано В детстве он давал нам с братом подсказки по картам Загадывал слова с окончаниями на N и E Мы должны были перевести их в цифры И найти точку на карте Я думаю, N и E означают Nord и East И на самом деле это... Координаты Но явно же Иначе зачем так писать? К тому же они совпадают с картой Яни, ты гений Да, точно Ну, конечно, конечно Да, поехали Ладно Погнали Говори, что делать? Что берем с собой? Не знаю, вещи Вещи? Да Лопату, например Захвати Ладно Ты бери лопаты и вещи Ага Я ненадолго Встретимся в машине Через полчаса Полчаса? А ты куда? Ну, мы же за сокровищами Я не могу в таком виде Верно Машина полчаса Карту не забудь Точно НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Ты в шляпе? Да, мы же клад ищем. А тебе разве не нужна? Как это я о ней не подумал. Ладно, допустим, мы нашли кинжал. Ага. И что дальше? Продадим. А разве не надо отдать в музей? Ну, он стоит примерно 500 тысяч евро. 500? Да. Да, это хорошая мысль. Ах, приехали. Нам в эти ворота немного подняться, и мы на месте. Туда, где вход воспрещен? Да. Подумаешь, перелезем. Бенни, это же незаконно. Вот именно. Идем. Идем. Эй. Идем. Не так уж и трудно. Почти как по лестнице. Только осторожнее. Упрутив края острые. Йенни? Да, можно и так. Я перелез. Вперед. Вперед. Ну вот, другое дело. Круто. Обойдем и поднимемся. Здесь что, полиция была? Ну, конечно. Конечно. Что, конечно? Я же купил часть карты у полицейского. И что? Я думаю, тайна захоронения Исуфа передавалась из поколения в поколение представителями власти. К примеру, полицейскими. Ленты должны нас отпугнуть. Отпугнуть тех, кто будет искать. Или тут что-то случилось, и нам лучше не лезть. Посмотрим. Что? О, смотри. Что? Ого. У-ху! Так. Ладно. Вперед. Это не из нашего дома? А? Мы с отцом их искали. И ты с нами тоже? Нет, нет. Это, это другие. В смысле, ения в мире фонариков. Не все у твоего папы. Где наша не пропадала? Идешь? Да. Ты как? В норме. Чем ты занималась в отпуске? Да так? Ничем. В лес ездила. Лазала по пещерам. Искала пятисотлетний труп пирата и его кинжал. Если точно, ему четыреста пятьдесят четыре. Извини. Четыреста пятьдесят четыре. Это еще что? Вау. Летучие мыши. Круто. Нет, 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 не круто. Летучие мыши, это совсем не круто. Все, все. Давай идем отсюда скорее. Идем. Как скажешь. Вау. Вау. catastroph pa Netherlands Похоже, мы уже близко. М? Ого. Знаешь, что написано? Уходите. Йенни, не бойся. Нас просто хотят напугать. Ежу, понятно. Пойдём. Похоже, ты была права. А? Ну, хоть копать не надо. КОНЕЦ Вот оно. Что? Я уже видел этот символ. Смотри. Такой же. Да. Древнеарабский. И что это означает? КОНЕЦ ВАМПИР Мило. Комплект к летучим ушам. Ладно. Посмотрим, что внутри. Давай. Ну ладно. Ну ладно. Осторожнее. Так, так, так. Ну что ж. КОНЕЦ 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 Ты цела? Да я сейчас умру. Так, кинжал. Где он? Его тут нет. Он же должен быть тут. Его нет. Почему его нет? Где он? Он должен быть здесь. На карте указано, что он должен быть в гробу. Почему его нет-то? КОНЕЦ 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 Бенни? Чего? Тебе стоит на это взглянуть. Что там? Это он? Ты даже дар речи лишился. Я не... Это он? Держи. Это кинжал. Иени. Это он. Кинжал. Это он. Ноги. Ноги подкосились. Я дрожусь. Меня колотят. Нашли. Нашли. Ты нашел. Да. 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 Мне кое-что кажется странным. А? Ты говорил, он должен быть в гробу. И? Как-то странно. Он просто лежал на земле. Ну, эм... Эркан сказал, что его уже искали. И что? Кто-то его нашел и бросил возле гроба? Да. А еще те, кто его искал, исчезли. Эм... Исчезли? А не думаешь, что надо было мне сказать? Ей не брось. Люди исчезают. Испанцы всегда так говорят. Это шутка. Они любят приукрашивать. Как-то мне не по себе. Я точно слышала какой-то странный шепот. А? Тихо, тихо, тихо. Ты чего? Эркан. Что он здесь делает? Я знал, что он непрост. Ему нужен кинжал. Ты уверен? Может, он просто гуляет? Гуляет? Ты серьезно? Ладно, извини. Что делать-то? Идем. Вон туда. Ладно. Вроде ушел. Братишка! Дружище! Привет. Не ожидал тебя тут встретить. Да, я тебя. Что вы тут делаете? А, осматриваем... Да, Деста, примею тщательность твоей страны. Вот как, правда? Да, да. Водкаем тут и... Знаешь, тут так красиво. И фотошоп не нужен. И даже фильтры. Простите, сеньориты, за непочтение. Я Эркан. А вы? А, я... Ингеран. Это Ингеран. Ингеран. Забавные у вас имена. Да. Ну да. Ты не обиделась? Нет. Ну да, у нас смешные имена. Да, я уже привыкла. Да, да. Да вы его шефы смешные. Как им в этом... Лай-лайф. Знаете, что забавно? Расскажу прикол. Да, да, давай. Забавно то, что ты обещал сказать, если узнаешь, где искать кинжал. Обещал? Обещал. Ну, может и так. Я уж не помню. Ну, вроде обещал, но я не знаю, где он. Но, извини, мы спешим. Нам надо идти. Было приятно повидаться. До скорого. Воу! О, блин! Воу! Братишка. Бенджамин. Мы никуда не спешим. Зачем? Тихо. Иди сюда. Эркан, послушай... Нет, нет, нет. Это ты меня послушай. Ты не знаешь, во что вязался. С этой силой тебе не совладать. Кинжал принадлежит мне. Отдай его. Эркан, я хочу тебе помочь. Но я не тот, а... Десять секунд. Это... О! Яни, беги! 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 Ты этого хочешь? Нет, конечно. Ну ладно. Ну ладно. Длинный лог ваш. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНАЛЫ Давай, давай. Черт! Гони! Гони! Ты цел? Да, цел. А ты? Тоже. Все хорошо? Да, вроде. Вот попали. Во, закрутилось. Закрутилось? У него пистолет. Он же мог нас убить. Ну да, вообще мог. Кинжал у тебя? Да. Давай. Ой! Извини. Я подержу. Все, все в норме. Нравится, да? А? Поехали домой. Поехали домой. Ты представляешь? Черт! Сам чуть не забыл. На что их потратим? Находку надо обмыть. Устроим себе праздничек. Скажи, не многовато ли... Бежевого. Не перебор? Как думаешь? По-моему, нормально. Что скажешь? Йенни, ты же в душ хотела? Эй, все в норме? Да. Чего это ты? Не стоит брать его на ужин. Оставим здесь. Прими душ и пойдем. Давай. Нет, он мой. Прости. Прости. Да, ничего. Просто ты меня пугаешь. Ты в норме? Я... Зачем ты соврал? М? Ты врал в глаза, чтобы я поехала. Скажи, зачем? Эм... Мы же... Все обсудили. Просто интересно, почему? Такой конченый эгоист. И всегда ведь так? Ты все время мне врешь, и пока не получишь свое, плюешь на всех. Думаешь только о себе. Йенни, это не так. Сама знаешь. Зачем ты врал? Ты хоть знаешь, каково это смотреть, как ты растрачиваешь свою жизнь? Мне на работе за тебя стыдно. Йенни, я не понимаю, что на тебя нашло. Я должна поддерживать твои дурацкие и детские идеи, которые кончаются ничем. Ничем? А что у тебя в руке? Это не важно. Вообще, ну, конечно, в мире ведь нет ничего важнее твоей работы. Ладно, Йенни. Чего ты хочешь? Соберись и кончай быть полным лузером. Я вообще тебя не вижу. Ты хоть понимаешь? Я бросил все, когда мы уехали в Осло. Напомню, почему мы переехали. Потому что так было лучше для тебя. Ты обещал поддержку. Конечно, я тебя поддерживал, но не думал, что меня променяют на вшивый телефон. Я говорила, что это важно. Ты сама себя слышишь? И ты еще спрашиваешь, важны ли для меня поиски. И да. Я отлично знаю, что обо мне думают на твоей работе. Все над тобой смеются. Ты не о них должна беспокоиться, а о нас. Это так трудно, да? Я тебе не нужен. Если не нужен, так и скажи. Если ты и правда так думаешь, если я тебе не нужен, тогда... Я не понимаю, почему мы еще не расстались. Почему? Скажи мне, Йенни, скажи. Почему ты со мной? Я просто... Чего ты хочешь? Я хочу. Я... Я хочу, чтобы ты стал лучше. Лучше? Да. Ты ошиблась с выбором. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Было, ты пел, ты пел, ты пел. Наконец-то. Это не важно. У тебя есть информация? Да. Тебе хорошо заплатят. Да. Минутку. Время вышло. Джио хочет тебя видеть. Не видишь, я по телефону говорю. Ты до сих пор шестерка, Уджио? Заткнись, урод. Чавес? Что он говорит? Ничего. Ублюдок он. Чавес? И что там такое? Что там у тебя, Чавес? Дьявол. Извини. Надо было прокатиться. Я все разузнал. Имя узнал? Его зовут Бенджамин Фальк. Бенджамин Фальк. Адрес есть? Да. Сейчас пришлю. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Много? Да, идет. Позвони, как найдешь. Все, они позвонят. Ладно. Поехали. Поехали. Можно спросить? О чем? Зачем тебе кинжал? Тебе не понять. Дело в деньгах или в чем-то еще? Скажем так, бандиты хотят меня убить, и единственное, что может меня спасти, это кинжал. Но он опасен. Ты сам сказал, что с ним не совладать. Неважно. Ты не понимаешь, я его видел. Нет, это ты не понимаешь. Они ни перед чем не остановятся. Есть два варианта. Либо я, либо они, братишка. Тебе понятно? Я не знаю, что не Гарри Поттера попросил найти. Но вы что-то нашли? Да, кажется, кое-что есть. Ты на громкой, говори по-английски. По-английски, ну ладно, тут говорится, что... Чего ты? Так, Амоз. Древняя арабская легенда о сверхъестественных силах. Согласно ей, некоторые предметы могут заключать в себе душу владельца после его смерти. Душа владельца в замкнутом круге. Она овладевает всеми людьми, держащими артефакт. И заставляет их повторить его смерть. Спастились могут... ...лишь те, кто достоин силы артефакта. Остальных ждет... ...смерть. Остальных ждет. Остальных ждет. Я не... Я не... Я не... Я не... Я не... Я не... Эркан, прошу, не стреляй. Она все равно умрет, братишка. Нет, не умрет! Она недостойна силы кинжала. Он мой. Я! Отойди, урод. Эта дрянь не встанет у меня на пути. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...